Я приветствую вас на канале Blender Rules и мы продолжаем с вами изучать прекрасный 3D пакет Blender. И по плану у нас моделирование мы создадим с вами счеты Abacus или еще в некоторых переводах Saraban. Для чего это нужно? Ну, во-первых, мы повторим с вами моделирование. Кто еще не моделировал, не создавал изделие вот такой сложности, тот сможет тоже наверстать упущенное. Также мы здесь сделаем Shape Case, чтобы можно было руководить анимацией и трансформацией объектов с помощью ключей формы. Ну и еще. Зачем это нужно еще? Одна из немаловажных причин заключается в том, что сейчас очень неудобно купить такие счеты Saraban или Abacus, потому что их нужно заказывать из Китая, напрямую очень долго идет, плюс нужно, чтобы это был мелкий опт, в розницу трудно их найти, мелкий опт от 20 штук, накладно одному человеку заказать себе такие счеты. Или из Казахстана то же самое, то есть там от 20, вроде бы как, заказ минимальный 20 штук. Поэтому я предлагаю, создадим его сами и будем учиться, может будут учиться ваши дети, внуки или младший брат или сестра, а может быть вы сами, попробуйте, создадите и попробуйте научиться ментальной математике, вычислению на счетах Abacus. Ну что, поехали? Итак, я создаю новую сцену. Что нам понадобится? Во-первых, нужно просчитать сразу размеры, правильно. Так, давайте я сейчас включу. Включу настройки Screencast, так, это текст, это мышка. Ну, давайте нажму что-нибудь и попробую. 5, ой, слишком большое, да? Давайте чуть меньше. Еще раз, 5. Нормально. Все, поехали. Итак, я перехожу в вид сверху и начинаю рассчитывать величину и размеры нашего Abacusa. Ну, на превью вы видели, какие они примерно, да? Давайте мы сделаем то же самое. Мы будем делать, они бывают 22, если я не ошибаюсь, 17, разрядные, да? Или рядные. Вот мы сделаем 17. Днем сейчас в правую панель выставления, ну, трансформации, выставления различных размеров. И здесь выбираем, давайте Scale. Если будем делать в метрической системе, это можно сделать здесь, установить, да? Сантиметры, метрическая система, один к одному. Вот, то они будут размеры, иметь размер, ну, какой размер? Если представить, что они где-то сантиметров 50, ширину, да, так и сделаем. По X, по X делаем 0,5. Вот так. По Y, ну, по высоте сантиметров 15. Значит, 0,15. Так, что-то не получилось. 0,15. Есть. Не то нажал. Так, ну, наверное, 50 будет маловато. Давайте сделаем 70. 0,7 метра. Вот так. Ну, потом будем еще регулировать. Вот. И по высоте, вау, по высоте у нас они слишком большие. Сделаем где-то 2,5 сантиметра. Значит, 0,025. Ну, примерно вот такие. Там, если что, может, еще немножечко уменьшим. А почему у меня 30? Не обратил внимания. Давайте 0,015. Вот. Вот теперь я не больше покажу на правду. Тогда здесь опять же меняем на 50. Все. Вот теперь уже я верю, что они, что этот куб или бокс имеет прямоугольные пропорции. Такая пластина получилась. Так, у нас вот здесь, давайте 2,5, это много. Давайте сделаем 2 сантиметра. Так. У нас здесь будет идти вот такая поперечная планка. Давайте сразу ее разметим. Переходим в вид сверху. Нажимаем Tab. И размечаем. Смотрите, если мы это отожмем. Так, что-то я не вижу. Вот, если мы это отожмем, вот эту кнопочку, то это позволяет нам смотреть сквозь мэш. И выделять те вершины, которые у нас находятся позади мэша. На другой стороне стенки. Так мне будет удобнее. И вы тоже можете сделать. Отжать эту кнопочку. Теперь мы нажимаем Ctrl-L, R. И делим пополам. Для начала, да. Теперь передвигаем. В принципе, можно... Да, давайте сделаем так. Смотрите, я сейчас размечу вот так. Где-то. Да, будем делать на глаз. Ничего страшного. Еще раз Ctrl-R. Снова на глаз. Можно было бы, знаете, как сделать. Немножечко не так. Смотрите. А вот Ctrl-R. И прокручиваете колесико. Делаете, чтобы у вас появилось две разметки. Теперь отпускаем. Масштабируем по Y. Тогда у нас будет сразу же... Одновременно два размера мы будем вставлять. Две толщины. Верхнюю и нижнюю. Вот. То есть можно делать сразу две связки. Теперь снова делаем то же самое. Прокручиваем колесико. Отпускаем S по X. И по X начинаем растяем. Ну, где-то делаем квадратиком. Вот таким вот. На глаз. Так, смотрите. Вот это нам не нужно. Но мы же, конечно, кто еще никогда не экструдировал, вы, конечно, можете взять вот так вот. Сделать нажатие и сделать вниз экструдирование. Вот. Это один способ. Давайте сделаем так, чтобы попробовать все способы. Второй способ. Это мы просто удаляем одну. Ну, вернее, удалим две. X. Удалить Face. Одну я удалил Face. Теперь удалю вот этот ненужный. Так. Так. И так. Ну, вариантов много, как это делать. Можно было бы не делать экструдирование. Что, удалил совсем его, что ли? А, нет, не удалил совсем. Вот он есть. Не делать экструдирование. У нас бы вот этих дополнительных стенок не было. Что бы мы тогда делали? Мы бы тогда, выбираете одну вершину и вторую, нажимаете F. Вот так вот. Смотрите. F. Видите, что произошло? Происходит такое связывание вершины. Появляется новое ребро. Еще раз F. И появляется второе. А затем мы выделяем все наши четыре вершины. Нажимаем F. И происходит вот такая заливка грани. Тоже связывание, но уже грань. Это один вариант. Попробовали, да? Второй вариант. Давайте мы уберем сразу наши вот эти дополнительные ребра, которые появились. Все. Второй вариант. Это просто берете эту вершину и эту. Нажимаете Alt-M. И объединить. Можно объединить в центре. Можно объединить вот в том месте, где выбрали вы первую вершину. А можно в том месте, где выбрали последнюю вершину. Нажимаем снова Alt-M. И выбираем Last. И вот оно объединяется в том месте, в котором была выбрана вторая, последняя вершина. Бывает выделений несколько. Можно объединить сразу три, четыре объединить вершины. Alt-M. И вот так. Last. Ну и проделываем все с остальным. Alt-M Last. И выделяем Alt-M Last. Есть. У нас и получилась такая рамочка. Теперь что мы делаем дальше? Теперь нам нужно сделать поперечную. Ее можно сделать отдельным объектом. Но я буду делать ее этим же объектом. Нажимаю снова Ctrl-R. Делю на две части. Так. Готово. Проверяем. Есть. Теперь у нас S по Y. И мы делаем вот такое. Кстати, можно сразу не делать сплющивание. Почему? Потому что мы опять же будем параллельно одновременно делать и на другой стороне. Поэтому давайте создали. И вот теперь просто отцепили правой кнопочкой. Теперь выбираем все это. Я нажал C. Проверили. Да. Благодаря тому, что мы отжали вот эту кнопочку. Не нажимали ее. Мы можем выделять сразу вершины, которые находятся позади сетки. И теперь нажимаю S, Y и масштабирую сразу параллельно две части. Ну, планочку можно делать чуть поуже. Чтобы как-то она оригинально отличалась. И передвигаем ее вот сюда. Смотрите, здесь у нас будет одна костяшка. А здесь будет пять. Это такая особая пятиразрядная система вычисления. Давайте нажмем M, уберем. Вот поэтому это сделать можно немножко уже, чтобы симпатичнее смотрелось. И оставим немного места для того, чтобы костяшка двигалась. Здесь будут, ну, эти раз, два, три, четыре, пять костяшки. И пусть они будут где-то по, это получается по сантиметру. Видите, как это я определил. Вот здесь написано сантиметры. Каждая клетка сейчас сантиметры. Сейчас мы удалим на расстояние, вот так. На расстоянии небольшое, то у нас трансформируется сетка уже. Одна клетка становится 10 сантиметров. Ну и так далее. Ну, готово. Теперь, что мы делаем. Давайте удалим вот эти вот лишние грани. Можно работать на уровне вершин, а можно работать на уровне грани. И выбирать вот так сразу грани, одним кликом. Нажимаем X, удалить фейсы, удалить грани. Теперь можно перейти в режим Reober. То есть, Blender взял эту особенность из Mai. Что, находясь, неважно на каком режиме вы находитесь, ребер или вершин, принцип одинаковый. Редактированный. Выбираем одну грань и ту же самую напротив. Нажимаем F и вот она у нас появилась новая грань, которая объединила два ребра. Теперь нижнее ребро и здесь нижнее ребро. Нажимаем F. Снова ребро. Нет, вот это ребро. И это нажимаем F. Ну и последнее и здесь. Нажимаем F. Теперь обратите внимание. Нам нужно сделать, чтобы у нас... Обычно, когда делают это из дерева, да, рамочку какую-то в реальности, то всегда, ну не бывает таких острых... Таких острых углов. И что для этого нужно сделать? Нужно сделать небольшой скос. Как-то это стачивают. То ли на токарном станке, то ли рубанком, да. Мы это будем делать с помощью скоса. Смотрите, мне сейчас нужно выбрать вот эти вот отдельные все граники. Можно попробовать с помощью быстрого выделения. Удерживая Alt, давайте вот так. Теперь удерживая Alt и Shift, я выбираю вот так. Теперь еще раз. То есть вот это мгновенное выделение я сделал с помощью удерживания Shift и Alt. Еще раз. Shift-Alt. Стоп, не то. Shift-Alt. Shift-Alt. Так, видите, я выбрал. Теперь я делаю то же самое снизу. Вот здесь мне уже мешает эта кнопочка. Отжато я ее нажимаю. Теперь Shift-Alt. 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 И Shift-Alt. Так. По наружной кромке, по наружным краям я сделал выделение. Нужно еще сделать по внутренним. Давайте вот тут. Раз, 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 раз. Так, так. И вот так. Теперь нижняя. Готово? Все. Можно, в принципе, еще и вот эти выбрать. Если они будут немного скругленными, это тоже будет хорошо. Так. Все. И вот это, по-моему, последнее. Нет, не последнее. Нет, не последнее. А теперь последнее. Проверили? Проверили. Теперь смотрите. Перед тем, как мы будем нажимать Ctrl-B и использовать Bevel. Кстати, этот Bevel можно использовать еще, найдя его в списке. Почему удобнее? Давайте сделаем так. Перейдем. Можно нажать Ctrl-E. И здесь у вас будут все настройки, комбинации, которые можно использовать. Вы можете нажать Ctrl-B, но тогда вам нужно знать некоторые горячие клавиши. Смотрите. Вот. Обратите внимание, скос не одинаковый. То есть там, где у меня длина грани или длина ребра у меня больше, там у меня идет скос, в эту сторону сдвигается. Мне это неудобно, а здесь меньше. Да некрасиво. Ну что это за такие скосы? Поэтому мы сделаем иначе. Смотрите. Вернее, не иначе. Мы для того, чтобы этого не было, нужно просто перейти в режим редактирования объекта и нажать Ctrl-A. То есть обнулить, скажем так, трансформацию. То есть сказать программе, дать ей понять, что трансформация начинается с нуля. Как будто эта деталь появилась сразу. Будем так говорить. Нажимаем Location, можно нажать, не Ctrl-Z, Ctrl-A, Location, Ctrl-A, Rotation и Scale. Теперь если мы снова перейдем в режим редактирования ребер или вершин, неважно, редактирование сетки, нажимаем Ctrl-B, делаем маленький сдвиг. Обратите внимание, теперь у нас, видите, все, ну как это сказать, равномерно, с равными отступами. Но, мне кое-что не устраивает. Знаете, что меня не устраивает? Еще вот эти углы надо выбрать. Выбираю этот угол и этот. Теперь все. Ну, еще один момент есть. Оказывается, не только горячие клавиши можно это делать, эту комбинацию. Эту комбинацию Ctrl-B, Bevel, Scose, можно делать еще с помощью модификатора. Выбираем модификатор, есть модификатор Bevel. Смотрите, он сделает нам, ну, естественно, сделает скос только тех вершин, которые мы выбрали. И здесь можно точно отредактировать. Вот, уменьшить 3 сантиметра на 1 сегмент, добавить 2 сегмента. Ведь добавляют 2 сегмента вот здесь. И тогда он уже более плавный, но слишком большой еще. 3 сантиметра, давайте 1 сантиметр. 3 сантиметра, здесь можно менять профиль. Есть метод. VertexRub, None. Ну, это нам сейчас не понадобится. А вот здесь мы трогать ничего не будем. Профиль, наверное, в профиль вернем на 50 назад. А вот ширину, ширину надо было уменьшить еще меньше. Здесь, как сейчас, 1 метр. Давайте выберем 0.2. 2 сантиметров. 10 сантиметров. 5 сантиметров. Да, слишком большая метрическая система. Вернее, если вот тут давайте чуть-чуть уменьшим. Нет, все равно не хочет. Получается, реакция модификатора, сила реакции модификатора, слишком большая для моего маленького этого размера абакуса. Что бы такое еще сделать? А если мы уменьшим? Слишком сильный скос получается. Ну, хорошо. Модификатор я показал вам. Давайте я его отключу и сделаю это вручную. Ctrl-B и делаем теперь это вручную. Смотрите, здесь тоже можно добавлять дополнительные ребра. Для этого вам нужно просто прокрутить один раз колесико. Один раз прокрутили, добавилось у вас одно ребро. Два раза прокрутили, добавилось два. И вот так вот нежно-нежно нажимаем. И выходим из режима редактирования сель. Вот у нас получилась такая рамка для нашего абакуса. Следующее, что нам нужно сделать для того, чтобы наш абакус стал похож на настоящий. Давайте сохраним нашу сцену, кстати. Абакус 2. Нам нужно добавить прутики, по которым будут эти кости передвигаться. Прутик мы сделаем из цилиндра. Выбираю цилиндр. Сразу он получается очень большой. Что можно сделать? Можно нажать на N. Нет, не N, а T. И здесь, в разделе, вот тут, где мы добавили цилиндр, можно уменьшить радиус. Уменьшаем радиус. Ну, где-то он такой будет, да. Все остальные размеры, в принципе, высота, глубина мы сделаем уже вручную. Нажимаю T. Уменьшаю просто вот так. 7. И давайте повернем по 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 90. 90. Есть. Можно посмотреть. Давайте нажмем Z и вот так будем смотреть. Ну, в принципе, может быть, это он тонковат. Давайте его сейчас еще уменьшим. Курсор, центр. Теперь Shift S и выделение курсор. Вот, это будет у нас самая центральная. Можно от нее, в принципе, и плясать. Давайте чуть увеличим сразу. И уменьшим по Y. Где-то так они будут вставляться, эти прутики. Тут будет идти насквозь. Z. И можно посмотреть, что получилось. Если прутик тонкий, нажимаем S, Y. Нет. S, X. Теперь удерживая Shift, нажимаем Z. Нет, нажимаем Y. Вот так. И наш, будем говорить, цилиндр, бывший, да, он будет увеличиваться только в двух, по двум параметрам. По двум осям, в двух плоскостях. Или в одной ось. В одной плоскости по двум осям, да. Правильно. Все есть. Теперь давайте его нажимаем. Назовем, чтобы потом не потерять. Назовем его как? Прут, да? Пруть, или прутик. Прутик. Это у нас Abacus Rama. Или счеты, зачем нам? Давайте, счеты. Rama. Есть. Это мой код, подходит, начинает здесь играться. С моими установками. И может мне все испортить. Смотрите. Давайте, наверное, мы... Ой, не то выбрал. Давайте мы, наверное, прутик выберем. Поставим его примерно вот на это расстояние. Сейчас проверим, сколько у нас тут штучек поместится. Наверное, все-таки толстоватенький он у нас. S, X, Shift, Y. Да? И давайте чуть-чуть. Все. Здесь. Сохраняемся. Теперь мы выберем модификатор. Который называется Array. Да? Вот он находится. Здесь он создает копии. Это модификатор. И здесь вот есть у нас сдвиг. Вот он сдвиг. А вот у нас количество копий. Давайте их размножим. 12, 15, 17. По-моему, уже достаточно. Теперь мы просто эти 17 копий растянем. Видите, он даже получился у нас больше. Если учесть, какое количество у нас будет. Вот я, получается, сдвиг делаю. Расстояние между каждым прутиком. Будем пробовать пока. Давайте еще чуть-чуть сдвинем, а это уменьшим. Свободно, скажем так, у нас будут кости наши двигаться. Но пускай их даже можно сделать какими-то кипятчиками. Вот. 17 штук у нас есть. Можно снять выделение и сохранить. Если вы никуда не будете экспортировать ваш абакус, он будет всегда у вас находиться здесь, в вашей сцене. Будете пользоваться им здесь. Тогда вам не нужно нажимать Apply. Но если вы будете экспортировать, то нужно обязательно нажать Apply, чтобы все прутики стали мешем и при экспорте не потерять. Теперь давайте создадим курсор Center. Можно передвинуть наш абакус чуть-чуть. Давайте нажимаем Ctrl-Shift-Alt-S, чтобы центр трансформации поставить Original To Geometry. Давайте еще извинем, вот так. Чтобы центральный пруть попадал ровно в центр сцены. Вот так. Снимаем выделение, создаем нашу костяшку. Костяшку создадим опять из цилиндра. Что у нас тут получилось? О, слишком высокий цилиндр, да? Нажимаем T и уменьшаем его высоту. Где он тут? Высота где-то... Ну, вот так. Дальше мы... И давайте еще чуть-чуть. Дальше это я сделаю уже с помощью инструмента масштабирования. Нажимаем S, Z и делаем его немного более плоским. Теперь нажимаем вращать по X и 90. Все, вот он у нас появился, да? Слишком он выступает за границей. Давайте мы его еще уменьшим. Вот так будет достаточно. Теперь смотрим сверху. Снова вид. Полный вид, будем так говорить. И здесь сколько будет? Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, они должны... Костяшки должны соприкасаться. Давайте начнем делать вот отсюда. Все, одну мы сделали. Но она еще не совсем похожа на настоящую костяшку. Что нам сделать? Давайте сделаем экструдирование. Чтобы граница... В общем, чтобы появился скос. Выбираем фейс, выбираем вот это. Можно, смотрите, можно сразу сделать... Выбрать два фейса противоположных. Нажать... Не надо, не скейл. Нажать экструд, Е. Потом правой кнопкой отмена, то есть просто чтобы отцепилось оно, да? И вышло из режима перемещения. И нажать... С по И. Тогда они начнут удаляться друг от дружки. Дальше нажимаем С просто, и они начинают уменьшаться. Теперь еще раз С по И, и они начинают удаляться. То есть получается у нас такая уже костяшка, да? С по И. Давайте смотреть сверху, что получается. Вот. Ну, видите, уже... Он у меня уже не такой, как был в начале. А бакус будет немножко другой. Ничего страшного. Костяшка раз. Ну, тут надо... Я думаю, что если будет 2-3, наверное, будет она плотненькая слишком. Надо ее еще уменьшить. С по И. Можно взять... Выбрать вот таким одним махом. Да, кстати, надо отжать эту кнопочку, а потом выбирать все вместе. С по И. Ну, вот теперь уже точно они похожи. Точно? Точно. Убираем все, и можно еще уменьшить. Так, теперь смотрите. Центр у меня трансформации сейчас находится здесь. Давайте я отодвину его вот сюда. Назовем ее Кость. Кость готова у нас. Можно сразу назначить материал. У нас есть по умолчанию какой-то материал. Давайте назовем Кость Белая. Кость Белая. Кость Белая есть. И выберем немножечко цвет, делаем его более белым. Этот материал, оказывается, был применен к нашему кубу по умолчанию. Мы же из кубы делали, да, нашу раму. Вот она. Поэтому здесь мы меняем на раму, например. И делаем такой желтоватый оттенок. Похоже на дерево, скажем так. Ну, насыщенность можно чуть-чуть убрать. И вот, все. Смотрите. Это у меня рама. Это у меня кость. Курсор у меня прилик. Давайте его на центр поставим назад. Смотрите. Кость у меня не сглаженная. Не очень, немного некрасивая. Да, смотрите. Давайте я тогда нажму Т и сделаю вот тут сглаживание. Но когда я сделал сглаживание, у меня и грани стали нечеткими. Что я делаю? Я выбираю. Перехожу опять в режим редактирования. Можно вершины использовать. Нажимаю Ctrl-R и создаю вот такие подпорочки. Смотрите. Одну подпорочку к краю или к ребру. И вторую подпорочку вот сюда. То же самое я делаю из другого края. Давайте так. Теперь одну подпорочку здесь. Чем ближе подпорочка будет к ребру, тем острее получится у вас край. И вот здесь одну. Ну там не нужно. Это не так заметно. Вот здесь. Хотя я сделал. Да, давайте сделаем. Ну тут тогда хорошо. Все, теперь если мы выйдем назад в режим объекта, видите, как ровненько у нас получилась кость. Реалистичная, да? Белый у нас есть, красный будет здесь. Ну давайте сразу Shift-D и по Y передвинем. Передвинем. Сделаем вторую кость плотненько. Теперь Shift-D. Можно сразу две по Y. И Shift-D по Y одна. Вот они костяшки. Все. Места для перемещения им достаточно. И делаем сразу же, давайте, одну сюда. Смотрите. Эта кость должна находиться вот тут. То есть, когда вы при счете, вы двигаете их навстречу друг другу. Белая кость, это единица, это один. А красная кость, давайте сразу сделаем красную кость. Стоп, его нажал. Плюс красная. Это достоинством 5. Ну давайте сделаем такой намек на красный цвет. Это будет не алый. Чуть-чуть уберем с этого яркости. И вот, если сюда, то это убираете насыщенность. Ну где-то так, такие пастельные тона. Да? Сохраняемся. А это кость с достоинством 5. Да, и наши прутики. Прутики у нас серые. Давайте добавим новый материал. И это будет просто серенький материал. Сделаем ему меньше яркости, чтобы он отличался от всех остальных. Такой металлический цвет, да? Вот. Можно сохраниться снова. И вот получается у нас вот такая вот уже часть абахуса. Теперь нам осталось сделать, чтобы мы не перемещали вот так. Так будет неудобно. Мы чуть-чуть автоматизируем наше перемещение. Как мы это сделаем? Мы пойдем вот сюда. Вот сюда. Здесь у нас есть создать shape case. Создать ключи форм. Вот. Но это у нас перемещение-то не по форме. Это просто обычное перемещение. Что мы делаем? Я создаю два ключа. Ну, давайте начнем с этой костяшки. Так как она первая будет передвигаться, а другая будет стыковываться с ней. Да? Поэтому начинать надо с этой. Выбираете... Нажимаете сюда один ключ и второй ключ. Все. Больше ничего делать нужно. Нажали два раза. Выбрали не базовый, а K1. Теперь переходите в режим редактирования сетки. Выбираете все. И перемещаете вот сюда. На край. Теперь снимаем выделение. Ну, вернее, переходим в режим редактирования объекта. Или просто в режим объекта. И у нас появился ключ. А теперь, чтобы проверить, что ключ создан, смотрите, мы берем значение, двигаем. Значение, когда будет равна единице значения, у вас костяшка ваша передвинется на нужное место. Давайте оставим так, чтобы, когда мы выберем следующую кость, мы смогли настроить ей тоже ключ. Нажимаем два раза. А здесь опять переходим в режим редактирования вершин. Нажимаем А, выбираем все. И перемещаем уже вот сюда. Снимаем выделение. Ой, вернее, переходим в режим объекта и передвигаем наш ключ. И все это же самое проделываем с... Ой, пардон, я еще не создал ключи. Ключи в режиме редактирования сетки не создадутся, поэтому надо перейти в режим объекта, создать, кликнуть два раза, базовый ключ и обычный ключ. Теперь выбираем все и перемещаем. Так, кто первый раз создает ключи формы? Хочу сказать, что ключ создается в режиме объекта, редактируется в режиме редактирования сетки. И все, что вы делаете с сеткой, потом у вас управляется через значение. Исходное состояние это 0. Давайте я так объясню. Исходное состояние это значение 0, а конечное состояние, то что вы создали, это единица. То же самое можно просто сплющить объект, растянуть, вытянуть какие-то вершины, делать экструдирование. Понятно, да? Теперь перемещаем. Это кто делал первый раз. Выбираем... Ага, опять я забыл. Создаем два ключа, базовый и основной, первый. Теперь так. И давайте я приближу. Есть. Теперь я тоже значение должен поставить на единицу. Для чего? Чтобы подрегулировать и вот этот. Создаем для него два ключа. Опять базовый. И первый. Вы можете создавать два ключа. Например, на первом ключе у вас будет перемещаться объект вот так, да? На втором ключе он, например, будет уменьшаться или сплющиваться. Но надо будет создать второй ключ. И на том втором ключе сделать какие-то... На втором ключе сделать какие-то изменения, какую-то трансформацию унести. Так, ну все. Работает, работает. Теперь я выбираю все костяшки по одной и возвращаю назад данные на ноль. Все. Работает. И сделаю это. Так как она одна, достоинством 5. Нажимаем два раза плюс. Переходим в режим редактирования сетки. Выбираем. И перемещаем. Вот так. Теперь назад возвращаю и проверяю. Работает. Работает. Все. Что дальше нужно сделать? Дальше нужно выбрать так, 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 так. И просто скопировать. Shift-D, X. Shift-D, X. Можно попробовать, нет, но получится. Shift-D, X. Здесь уж придется копировать вручную. Shift-D, X. Shift-D, X и так далее. До конца. Передвигаю немного. Shift-D, X. Если они на одинаковом расстоянии, можно, конечно, попробовать рискнуть и выбрать сразу два. Shift-D, X. И проверить. Ну, в общем-то, почти стали. Нормально. Shift-D, X. Иногда точность, конечно, хромает. Хотя, может быть, это я просто неровно поставил первые. И поэтому она хромает. Shift-D, X. Все, готово. Вот наш сарабан. Второй вариант уже готов. Для удобства, ну, это можно вот так свернуть. Вы можете здесь сделать окошечко, вот так. Выбрать настройки, где они тут находятся. Properties. Вот. Перейти. Что это за Properties? Это не те Properties. А, ну да, эти, эти все правильно. Перейти вот сюда. Свернуть все, что нам не нужно, кроме наших ключей. Вот так. Даже можно взять вот так вот и перетащить это вот сюда. Раскрыть. Или не обязательно было перетаскивать. Ну, ладно, все. И выбирать. Выбираете любую костяшку. И здесь работаете. Вот так. Все просто. В общем-то, урок подошел к концу. Я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. А в будущем я хочу предложить для ваших детей, внуков, братьев и сестер младших, хочу предложить изучение ментальной математики с помощью счетов сарабан или абакус. И сразу хочу сказать, что ходит такая, кто слышал про эти счеты, возможно, думает, что эти счеты обучают быстрому счету. Да, но это не сама цель. Сама цель – это гимнастика для мозга. Это развитие, общее развитие ребенка, общее развитие умственных способностей. Поэтому, то же самое, как кубик-рубик, в принципе. Поэтому давайте учиться считать на счетах абакус. И наш ум будет гибкий, а возможности безграничны. Спасибо за просмотр еще раз. Всего доброго. Пока.